Вот можно наблюдать такое сейчас на европейских улицах? Есть ли такие картинки, массовые шествия, просто такой бытовой произвол русских? Одна из самых известных телеведущих Украины в первые дни войны уехала с дочкой во Францию и наблюдает за всем там. Оба следит за всем. Лида Таран. Лид, мы тут оккупировали твою студию временно. Привет. Да-да-да, здравствуйте. Привет, привет. Добрый. Вот расскажи, пожалуйста, что ты видишь, что ты слышишь? Есть ли такое сейчас или когда происходит уже такая полномасштабная война и такое полностью единение с Украиной, всех и вся, русские за границей немножко приутихли в таком бытовом уровне? Вот есть разные моменты и разные плоскости. И спасибо, что мы об этом говорим. Франция не Германия. Тут нет такого разгула, как был в Берлине, например, на День Победы и так далее. Последняя, как вы говорите, на бытовом уровне история была на центральной площади города, где я сейчас живу, украинцы обнаружили несколько людей в спортивных костюмах СССР и позвонили в полицию. Наши люди, которые оказались сейчас здесь, проявили пыльность, проявили, как это сказать, усердствие и вызвали полицейских. Но французские полицейские, этот случай описывали даже тут в местной прессе, не нашли, что предъявить, потому что символика СССР как бы официально не запрещена во Франции, понимаешь. Это же на эти что мысли, что не надо слушать, на самом деле. Очень большой вопрос сейчас в каждом же большом городе, который себя уважает, французский, ездишь вот этот вот пиетет и чувство преклонения, даже я бы сказала, перед русской классической культурой, как-то балет, литература, Достоевский, Пушкин и так далее. Всюду есть русские центры культуры. И вот сейчас в этих русских центрах культуры, где не всегда работают русские, часто русскоязычные, но всё равно это было такое вот пристанище русских, русскоговорящих, сейчас все эти центры русской культуры каким-то образом пытаются украинизировать немножко. Или же русские люди, которые в них работают, устраивают обеды для украинцев или какие-то встречи. И вот наши люди тоже дискутируют между собой, что же с этим делать, знаешь. Но финансирование продолжается из Москвы, этих культурных центров. А ведь вот и вопросик, кто финансирует эту историю и зачем это делается. И опять-таки наши очень внимательные сограждане здесь говорят, что нет, люди добрые, пожалуйста, вы не ходите туда, потому что сейчас вас накормят бесплатным обедом. Но в принципе, как бы вы здесь, а, не голодаете, б, это всё не ради обеда делается. Вот такая история. Но тут никаких больших шествий, никаких таких страшных, кроме того, что в принципе французскому, французу, французскому человеку, воспитанному в западных традициях, в западной цивилизации, в принципе вообще непонятно, как может такое происходить сейчас в Украине, и все те зверства, которые делают русские. У них просто это не, ну как, они не могут это понять. Вот, понять. А скажите, Лидия, как европейцы относятся к вот этой вот расистской символике? Ну ведь они же не видят, понимаешь, если бы кто-то крушил их дома, уничтожал ракетами с этой символикой, я бы понятно, как они относились. А так они просто видят это по телевизору. И в большинстве случаев немножко, как бы это сказать, они не могут понять степень вот этой, степень беды, да, даже сквозь картинки Буч и Гастомеля и прочее, они не могут понять, насколько это убийственно. Вот все, вот не могут. Один раз ко мне прицепился владелец кафе со словами, хотя французские все медиа очень хорошо и правильно, как я считаю, рассказывают про войну в Украине и приглашают много украинских гостей. И все, кто говорит на французском, все welcome в эфире и ретранслируйте свою позицию, пожалуйста. Вот владелец кафе меня встретил со словами, ведь правда же вы, украиноговорящие украинцы, не убиваете русскоговорящих украинцев? Ну переспросил, перестраховался, молодец. Да, я говорю, вы говорите, я смотрю телевизор, я говорю, я тоже сейчас по эту сторону, я тоже смотрю телевизор. Вы уверены в том, что какой из французских каналов вам это показал? И я поняла, что, видимо, все-таки этот парень все-таки смотрит какие-то каналы, которые уже давно должны быть закрыты. Потому что, ну кто может сейчас ретранслировать ересь о том, что украиноязычные украинцы убивают русскоязычных украинцев? Слушай, ну вот шестой пакет санкций недавно был, он как раз закрыл уже там и Russia Today, а до этого Россия-24 работала до конца, там, на мир и планеты. И вот я так понимаю, что, видимо, у него работал на прием его телепередачи, так сказать, принимал вот этот вот сигнал. Это еще раз показывает, насколько убийственная и ужасная вещь русская пропаганда. Если она может даже вот так точечно точечно находить цели в французской глубинке среди там владельцев малого бизнеса, да и так, что их уже тяжело разубедить в обратном. Но слушай, для этого не нужны даже российские каналы, которые в основном на своих эмигрантов рассчитаны. Я так понимаю, что и у французской повестки тебе лучше это известно сейчас, да, что, наверное, как-то вкрапливаются вот эти вот все вот эти повестки, так или иначе, да, российские нарративы. Они присутствуют, потому что тут большая дискуссия. Ну вот смотри, показывают, они же показывают. Например, в новостях заявил, что это Лаврова, они показывают Лаврова. И вот возникает дискуссия. А тот, кто посмотрел кусочек один Лаврова и успел уже... И пошел на кухню. И дальше не видел всех дебатов, которые происходили в студии. Вот считать это пропаганда или не считать пропагандой, понимаешь? Показывать эту позицию безумную совершенно, даже не позицию, я даже не знаю, как это назвать. Или вообще закрыть доступ, да, французам к такой информации. Ведь нет, нет, кто-то, да и поверит. Кто-то чай заваривал, услышал это и поверит. Или вот они зовут периодически посла России во Франции, которые ретранслируют еще большую ересь, чем Лавров. Они его в студию приглашают, да? И этот человек выступает публично и вот это вот все пересказывает, значит, эту парадигму про неонацистов и все так дальше. И вот вопрос, давать ли слово? Потому что в их традиции журналистской давать, да, правильно? Потому что мы даем слово двум сторонам, так сказать. Но с другой стороны, это же ведь теперь за гранью вообще, за гранью восприятия. Остается еще, да, уповать только на инструменты журналистики самих там ведущих модераторов и так далее. То есть как это еще тоже подавать, да? Может они не созреют к тому, что там убирать в сторону, там бог с ним, да? Но, по крайней мере, как с этим орудовать и работать. Слушай, Лид, открываешь Facebook и смотришь такие вещи. Значит, наши, наши эмигранты, беженцы, я не могу подбирать слова правильно, меня они коробят сильно. Люди, которые уехали от войны за границу, да, русскоговорящие здесь в быту, в Киеве, во Львове, в Харькове, где угодно, они говорят, что нам неловко говорить на русском языке, потому что люди во Франции, в Германии слышат русскую речь, понимают, что это русская речь и не дай бог подумают, что мы русские, и на нас уже косо смотрят из-за этого. Это так или нет? Я бы не сказала, что французы косо смотрят на русскоговорящих. Но то, что сами украинские люди, будучи в Киеве, в том же русскоязычными, сейчас пытаются тут вот со мной, в городах Франции перейти на украинский и пытаются так корявенько разговаривать на украинском. В этом есть что-то даже милое, знаешь, потому что они правда стараются, это правда не потому, что они не хотят, чтобы их спутали с русским, потому что им хочется говорить на украинском. Есть такая история. И так извиняются, говорят, ой, мы сами живем там на левом берегу, комфорт-тауне, мы вообще всю жизнь говорили на русском, но вот сейчас за раз два мы будем говорить на украинском. Так, чтобы косо смотрели французы, нет. Они по-прежнему очень сильно уважают всю русскую культуру и весь русскоязычный вот этот вот пласт. Но то, что наконец-то они поняли, что кроме русского языка есть еще и украинский, я считаю, что это очень правильно, что они теперь не ограничены только русским. Они еще и понимают, что есть украинцы, украинцы, есть украинский язык, есть украинцы, говорящие на русском, и это тоже окей, нету. Я не встречала, я не встречала ненависти. Европейское общество в основном очень толерантное, понимаешь, очень толерантное, потому что тут же каждый третий и четвертый, как не беженец, так украинцы не беженцы, украинцы люди, которые находятся под временной защитой государства Франции. Протексион темпуре. Мы не беженцы, у нас нет документов беженцы, у нас есть протекция французского правительства. Вот так вот. Слушай, ну, мы тут временно в твоей студии, да. Ты грустная далеко от Украины сейчас. И в кои веки... Вы вот сидите в моей студии, и я вот... Мои эмоции очень тяжело описать. Да, смотрю ты, да. Украинскую мову и заклякнула немножко, да. Слушай, но с другой стороны, посмотри, всегда есть плюсы. Посмотри, когда ты еще в эфире общенационального канала, это первый украинский государственный канал на русском языке, могла сказать, проговорить проговорку жилищного комплекса просто так, потому что это не реклама, а потому что там люди живут, например, да. Потому что там живут люди, да, да, да. Я никогда бы не подумала, что из своей же родной студии я буду выходить, находясь одновременно в детской комнате одного французского заведения. Вот так, да. И общаясь с вами на русском языке. Это все. Да, это нонсенс, это правда. Но вот война сделала такие коррективы, но она все вернется в круги своя, будет не так, будет как-то иначе. Но вернется обязательно. Лид, спасибо тебе большое. Как-то будет. Да. Будет хорошо, Егор. Будет хорошо. Спасибо вам за то, что вы работаете сейчас оттуда. И вы делаете очень-очень большое дело. Спасибо вам. И тебе спасибо огромное. Лида Таран, украинская телеведущая, областная мультиментарная связь из Франции. Спасибо.